Привет, парни и девчонки! Вы смотрите обзоры от канала Сын, Отец и Игрушки. И сегодня я предлагаю вам обзор на этот небольшой набор. Ну как набор? Пара мини-фигурок в интересной упаковке. Ну что, погнали! И для начала я предлагаю осмотреть коробку. Спереди нас ждет логотип, ограничение по возрасту 6 лет, количество деталей, которых всего ничего 19 штук, рисунок инструкции и, конечно же, изображение набора. А также какой-то логотип, на котором указан нынешний год. Почти на каждом ребре есть логотип LEGO с надписью System, а на одном из них есть еще и логотип, который мы видели на фронтальной части коробки. С обратной стороны предупреждение о том, что набор содержит мелкие детали на 29 языках. Логотип и снова артикул в непривычном для нас месте. А что больше всего порадовало в коробке, так это ее оформление. Вся коробка окрашена так, как будто это деталь конструктора. Когда я впервые увидел фотографии набора, думал, что это так и есть. Но, как оказалось, все не так. Ну да ладно, давайте заглянем вовнутрь. Коробка выполнена не как стандартные упаковки LEGO и выглядит очень интересно. Внутри нас ожидает один пакетик с деталями для обеих минифигурок, инструкция, о ней поговорим позже. Внутренняя часть коробки выполнена в том же ключе, что и вся упаковка, за исключением логотипа, который мы увидим на груди минифигурки. И располагается он с обеих сторон внутренней части коробки. Также эта коробочка очень удобна для использования ее под хранение LEGO фигурок. Но давайте о главном. И начну я, пожалуй, с той самой инструкции, которая, как и коробка, выполнена в стиле белой детали LEGO. Что мне особенно понравилось, это то, что книжка прошита, а не склеена. Выглядит это на самом деле достойно. Давайте рассмотрим ее, так как это совсем не инструкция. В смысле, не совсем инструкция. Конечно же, первый разворот посвящен сборке, хотя я думаю, собрать фигурки можно и без нее. Следующая страница посвящена первым наборам LEGO про космос. И началась эта история в далеком 1976 году, о чем нам и говорит первая картинка. А далее вы сможете окунуться в историю, которой уже 37 лет, и узнать, как развивалась тематика космоса во вселенной LEGO. А на последнем развороте вы сможете проследить всю эволюцию космонавтов, или, как принято говорить за бугром, астронавтов. Начиная с 1976 года по 2013. На обороте книжки изображены те самые фигурки, о которых я предлагаю поговорить далее. Прежде чем собрать мини-фигурки, хочу показать вам, как выглядит набор в разобранном виде. А сейчас я соберу быстренько мини-фигурки, и мы их рассмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте переходить к осмотру фигурок. Первым будет астронавт. По традиции предлагаю начать с головного убора. В данном случае это шлем. Несмотря на то, что данный астронавт позиционируется как фигурка старого образца, шлем у него, насколько я могу судить, уже новый. А не такой, как был в 1978 году прошлого века. Об этом говорят отверстия и углубления на шлеме для стекла. А насколько я помню, у старых фигурок их не было. Знатоки Лего, поправьте меня, если я не прав. Пожалуй, это всё, что я хотел сказать о шлеме. Двигаемся дальше и поговорим о его голове. Которая, кстати, имеет принт, аналогичный старому Лего-человечку, которых изображали с приятными и вечно улыбающимися мордашками. Этакий смайлик, что ли. Снимаем голову и рассмотрим ещё один аксессуар, который раньше использовался как кислородные баллоны для астронавтов. Теперь же подобными вещами Лего снабжает водолазов. Аксессуар простой и нет смысла его долго обмусоливать. Давайте вернём всё на место и осмотрим тело фигурки. Мини-фигурку, как вы понимаете, никто не собирался принтовать как-то по-особенному, потому что она изображает Лего-астронавта старого образца. И было достаточно сделать принт на груди в виде планеты, вокруг которой делает очередной виток космический корабль или ракета. Однако именно вся эта простота и делает фигурку винтажной. А это, друзья, очень здорово. Следующий на очереди друг и помощник астронавта. Некий робот или дроид чёрного цвета. Он имеет, как по мне, весьма забавный вид, а также несколько подвижных частей. Например, руки у него вращаются в плечах, его маленькие ножки сгибаются, а усики, в смысле рожки, нет, не так, антенки, подвижны. Ну и голова, естественно, вращается на все 360 градусов. В целом робот получился интересным, но не как отдельная фигурка, а как приятное дополнение к астронавту. Подводя итог, что хочется отметить? Во-первых, книжечка с красочными картинками и прекрасной историей, которая заполнила некоторые пробелы в моей памяти. Во-вторых, сама коробка. Безусловно, достойна отдельного внимания и похвалы. Ну и в-третьих, это великолепный тандем фигурок. Да-да, именно так, потому что по отдельности они не так интересны, как единая команда. А, и чуть не забыл упомянуть, что в свободной продаже вы не найдете этот набор, так как его получают те, кто сделал покупку в официальном магазине на сумму не менее 99 баксов. Мне же посчастливилось его купить на ebay, так что это очередной эксклюзив в нашей коллекции и оценка ему 10 баллов. А я благодарю вас за внимание. Если обзор пришелся по душе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми смотреть мои обзоры. Также предлагаю вашему вниманию ссылки на мой блог. Кликайте и подписывайтесь. Ну и про почту не забывайте. Пишите туда ваше предложение о сотрудничестве или просто заказывайте рекламу. Еще раз спасибо за визит. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова